Победы хасавюртовских юношей в Баба-Юрте завершился межрайонный турнир по вольной борьбе. Соревнования, посвященные памяти шейха Султан Мута, прошли накануне в местном дворце спорта. Оспаривать звание лучшего туда съехали спортсмены почти со всех уголков Дагестана. В числе зрителей был наш корреспондент Курбан Рагимов. Ему слово. Махачкала, Хасавюрт, Сумадинский и Ботляхский район. Более 30 команд участниц. Приехали спортсмены из Азербайджана, Чечни и Ханты-Мансийска. Всего порядка 250 вольников. Спортсмены в этот день показывали все, чему их обучали тренеры в атаку. Они шли не стесняясь, счет на ковре менялся стремительно. Несмотря на солидный борцовский состав, официальный статус у этого турнира пока межрайонный. Но уже в следующем году организаторы выведут соревнования на республиканский уровень. Первая задача поднять уровень борьбы в Абовицком районе. И чтобы интерес у молодежи появился и стимул появился. Поэтому тренера привезли самых лучших. Здесь есть призеры мира, первенства юношеских, Европы, есть чемпионы, ребята борются. Уровень хороший, очень. Состав хороший. Праздник спорта в Баба-Юрте украсил приезд олимпийских чемпионов и чемпионов мира. Бахтияр Ахмедов, Магомед Гасан Абушев, Завур Угоев и Абдусалам Гадисов. Это далеко не весь список почетных гостей турнира. Местные болельщики не давали им прохода, а пощупать золото Пекина имел возможность каждый. Сегодня очень важный для наших болельщиков в Баба-Юрте, именно подрастающего поколения, событий. Потому что буквально около пяти дней назад с этого района много детей приезжало в аэропорт. Не все успели сфотографироваться олимпийским золотом. Поэтому мы сегодня это шествие олимпийской медали начали с Баба-Юртеевского района. Обязательно дадим возможность всем нашим детям насладиться этим вкусом радости, праздника. И будем поддерживать их для того, чтобы олимпийских медалей в Дагестане и в России было как нужно больше. Покорить олимпийские вершины мечтает каждый из этих борцов. Но большой путь у всех великих спортсменов начинался с маленьких шагов. Абдусалам Гадисов всегда считал подобные турниры своего рода трамплином. Здесь можно набраться бесценного соревновательного опыта. Важность этих турниров очень большая, потому что здесь юные борцы, они проводят такую обкатку, ездят. Я, например, много ездил в районы, вот так боролся, где закалялся и характером, и телом, опытом набирался. Поэтому для них это очень важно. Важно и в том плане, что в районе идет популяризация спорта, ребята занимаются борьбой. Здесь я видел для бойцов тоже такая сетка из ринга. Приятно и радостно, что наша молодежь занимается спортом. На торжественном открытии участников приветствовал глава района Эльдар Карагищеев, именитые спортсмены и тренеры. Здесь же чемпион мира Заур Угуев получил ключи от новенького автомобиля. Не остался без внимания его тренер Шемеш Амеев. Чествовали также и бабаюртовских спортсменов, показавших высокие результаты в уходящем году. Неожиданный подарок, даже не знал, что подарят машину. Очень приятно, конечно, такое внимание уделяют борцам, нам, борцам. Конечно, публика очень радуется. Вижу молодежь, как радуются, подходят, фоткаются. Очень приятно. Своё лидерство хасавюртовцы обозначили сразу. В первый день турнира они завоевали три золота. В самом лёгком весе триумфатором стал Мухаммад Дадаев. Чтобы получить чемпионский пояс, воспитаннику школы имени братьев Сайтеевых потребовалось провести четыре победные схватки. Я подошёл в очень хорошие формы. Тяжело было. Соревнования очень хорошие. Пояс у меня первый, но другие соревнования тоже у меня были хорошие. Побеждал. В этот же день по одной медали высшей пробы выиграли борцы из Махачкалы и Баба-Юрта. Победа Белала Таваева вызвала особенную радость у местной публики. Во второй день по золоту в свой актив занесли спортсмены из Левашинского, Хасавюртовского и Баба-Юртовского районов, а также вольники из Махачкалы и Каспийска. Все призёры получили награды из рук титулованных спортсменов. Курбан Рагимов, Камиль Девятов, телеканал ННТ, Баба-Юртовский район.